так ну что надеюсь на утро 12 мая 24 года все уже успокоились по поводу того что харьков возьмут в мешок окружат прорвут фронт 8 мая посмотрите на просто ради любопытства на youtube канале у меня называется видео проверяйте источник информации не надо паниковать вас целенаправленно то есть утром 8 мая не было еще никаких там до попыток вторжения в харьков об окружении его и так далее но вот утром 8 вечером 8 мая я писал уже выложил видео о том что прекратите паниковать вас целенаправленно боты эти прорашистские пытаются вогнать в панику гостей до проверяйте источник информация насколько он авторитетен проверяйте с сама информация открыли из каких источников идет то есть официально ли это лицо на каком портале выложена эта информация и не ведитесь на построение фраз как всем нам известно харьков будет сдан допустим как всем нам известно по за по заявлениям нашей разведки нет вам нужно именно найти где кто из наши розетки это сказал где он это сказал что это было на официальном сайте они просто там где-то на заборе да значит что еще и по моему вчера я хорошую такую схему потому что очень много людей меня спрашивала а как там с покровском а как там с этими липциям и как запорожье очень хороший критерий по определяйте если вы гражданский человек и не воевавши насколько опасно какая боли насколько большая угроза вашему дому то есть от 4 градации то есть я не учитываю ракеты если вы запорожье сейчас находитесь в состоянии выдерживать прилет этих ракет или в харькове да то первое давидом высокая высокая вероятность того что попадет именно по вам если рядом с вашим домом приземляются град это уже значит фон 20 километров от вас считайте то есть первое это 20 километров град и это уже опасно второе это 15 километров от фронта если дали если до вас долетает ствольная артиллерия тоже гораздо хуже то есть рады во первых осколочным основном на 99 процентов обычно то есть рады если уже до вас долетает ствольная артиллерия ситуация уходящаяся в тем что рады поэтому никуда не девать то есть по вашему дому по вашему району по вашему там силу там не знаю где вы находитесь прилетают теперь уже и грады и ствольная и ближе подошла ближе подошел фронт то есть это не арифметическая геометрическая прогрессия по разрушениям домам которые разрушаются понимаете то есть если одни грады бьют это одно если рады и ствольная тоже там вдвое больше если по вам достают уже минометы 120 это знаешь фронт уже в 7 километрах от вас теперь по вашему дому не дай бог по вашему району по этой местности где вы находитесь бьют и грады и ствольная и минометы но теперь уже не в два раза сильнее бьет а там скажем геометрическая прогрессия понимаете там четыре раза 124 то есть потом когда еще будут добивать до вас там 82 минометы это вообще уже там по-моему три с половиной километра минометы бьют это совсем уже рядышком с вами это очень плохо это дешевое оружие которое там вот это навесной это баллистика она практически все там защиты нивелирует то есть это там уже в 16 раз хуже чем если только до вас град добивает потому что по вам сейчас бьет и рад и ствольная и 100 120 именно и 82 мин ну если вы уже слышите я вообще на месте гражданских людей если уж совсем не хочется вам никуда ехать но уже если до вас добивают минометы я бы сваливал честно говоря семьей там ну то есть куда-то в более безопасные районы а более безопасные районы а да ну и последнее что если стрелковка уже вы слышите стрелку от стрелкотню даже крупнокалиберных там пулемет вряд ли вы отличите но в любом случае стрелковое вы отличите оружие от прилета минометов да это знаешь вы уже вообще на линии фронта и я же вы можете за кошек дома наблюдать там как смещается фронт не пытайтесь на слух ловить там где там там стреляют там куда она движется это не получится я у меня опыт войны там 14 15 22 23 24 год это невозможно то есть вы можете хорошо ориентироваться по допустим вспышкам в ночи где разрываются где стреляют это хорошо вам направление боя покажет направление фронт но и на слух не пытайтесь все равно малейшего пригорочка малейшего здания хватит чтобы вести у вас заблуждение так что на слух не ориентируйтесь вообще просто смотрите на слух для направления для определения направления боя смотрите на вспышки идите в противоположную сторону и опять услышали да 4 градации грады долетают спросите у кого-то град это прилетел лишь вы же не один там в селе в поселке град это прилетел плохо 102 ствольная артиллерия добивает уже надо быть на чемоданах минометы долетает надо уже текать а стрелковая это уже надо уже как-то так текать чтобы вас выловили понятно не паникуйте все будет украина расистов перебьем у нас тут подходят вооружение так быстро как хотелось бы ну вот эти два месяца ближайшие думаю нам надо еще нас будут насыщать оружием россиян будем кромсать паникуйте не возьмут они никакого харькова и вообще а вы спрашивали меня я как же вы вот я там убеждал что не возьмут харькова потому что бахмут это 19 квадратных километров а харьков 315 бахмут брали 8 месяцев положили 60 тысяч народу да по словам этого сдохшего пригожина по его словам 20 тысяч трупаков он наделал пока штурмовал бахмут и 40 раненых и это только этих наемников этих вагнеров там же еще какие-то были расистские регулярные части и регулярные да там тоже трупаков наверняка хватало помимо вагнеров да так вот а мне говорят то есть и харьков не возьмут потому что ну харьков на это 16 половиной бахмутов чтобы было понятно по площади то есть им не арата вы как же что вы меряете что мы сносить будем а вы как собираетесь луган с донець освобождать тоже снося территории там снося там квартал за кварталом это россияне так штурмуют города мне это было непонятно совершенно то есть а в прошлом году когда они бахмут штурмовали в чем смысл сносить арата кварталами то есть вы не видите разницу как мы освободили херсон что ли взяли в петлю выдавили оттуда расистов и все вы не видели как мы купинска у меня отец купинский в оккупации был то есть купинс обошли обрезали снабжение купинска освобожден херсон тоже сам почему россиян такой ну деструктивная такая натура ну поймите символ медведь этого народа это зашел просто в какую-то хижину там охотников развалялся нахрен ему там у него ничего не надо было но вот надо все развалять просто но бестолго просто агрессивное тупорылое животное это все понятно вот это все объяснение нет украинцы так себе не ведут мы не сносим кварталами города посмотрите на луганск посмотрите на донецк 10 лет война идет на околицах донецка что донецк похож на бахмут ну в общем вы поняли до харьков все уже надеюсь что градус такой спал боты просто так завалили я не знаю у меня у меня боты пишет уже стихи пишут уже там я я считаю я смеюсь мне хорошо ты их не удаляешь но они мне настроение поднимают потому что ну стихи вот такие опусы это самое один пишет бойся русские идут ну чем вообще ну правда это смешно ладно все буду украина не переймайтесь